Здравствуйте, друзья! Говоря о здоровье и исцелении, прежде всего, я хотел бы сказать и положить в основу тот факт, что Бог по-прежнему является целителем. Он исцеляет и сегодня. Он все еще в процессе и в деле исцеления и восстановления. Как сказано в Библии, в книге Матфея, когда Иисус давал наставление своим ученикам, Он сказал, «Когда пойдете, проповедуйте эту весть, приблизилось Царство Небесное. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте больных проказой, изгоняйте бесов. Даром получили, даром давайте». Итак, основа в том, что Бог все еще занимается исцелением, и Он исцеляет сегодня. Однако, говоря об исцелении, не следует задавать вопрос, есть ли Божья воля на исцеление. Скорее, вопрос должен звучать так. Какова Божья воля для меня лично в этом сезоне и в этом эпизоде моей жизни. Когда мы формулируем его таким образом, мы понимаем, что не спрашиваем, есть ли Божья воля на исцеление. Разве это не Божья воля исцелить? Мы знаем, что это так, потому что Он дал указание идти, проповедовать Евангелие и исцелять больных. Однако, говоря о вере и вопросах веры, мы понимаем, что все делаем в соответствии или должны делать в соответствии с Божьей волей. Подумайте об этом. Когда Иисус сам мучился в Гефсиманском саду, у Него не было вопросов, может ли Отец послать ангелов, чтобы спасти Его, или нет. Скорее, то, что действительно беспокоило Иисуса, или вопрос, который у Него возник, был, «Отец, пусть чаша сия минует Меня, однако не Моя воля, но Твоя да будет». Если мы заглянем в Библию, я хотел бы привести три места из Писания. В послании к Ефесянам сказано, «Итак, не будьте глупы, но уразумейте, в чем воля Господня». В притчах говорится, «Поручи свои дела Господу, и планы Твои утвердятся». А в послании к римлянам сказано, и мы знаем, что Бог все устраивает ко благу любящим Бога, призванным по Его изволению. Так что, если говорить об исцелении, то Бог все равно исцеляет. Бог всемогущ. Но когда мы говорим, «Господи, я знаю, что Ты можешь, я знаю, что Ты могущественен, Ты можешь исцелить Меня, Ты можешь восстановить Меня, однако какова Твоя воля на этот сезон в моей жизни? Я хочу знать, какова Твоя совершенная воля для Меня». И напоследок, друзья, я хочу оставить вас вот с чем. В своей жизни я лично был свидетелем того, как Бог творил чудеса, когда исцеление происходило мгновенно. Я также был свидетелем того, как люди, любящие Господа, искренне служащие Ему, через болезни уходили, чтобы быть с Господом. Однако это не мешает мне молиться об исцелении. И когда люди подходят и просят помолиться об исцелении, это не останавливает меня, потому что я знаю, что на исцеление есть Божья воля. И я знаю, что нам предписано исцелять больных. Однако я понимаю, что в конечном итоге будет исполнена воля Отца. В послании к евреям говорится, а без веры угодить Богу невозможно, потому что всякий, приходящий к Нему, а мы приходим к Нему, когда просим исцеления. Всякий, приходящий к Нему, должен верить, что Он существует и что Он вознаграждает тех, кто искренне ищет Его. Поэтому, когда речь идет об исцелении или просьбе об исцелении, когда мы приходим к Нему, когда мы просим, мы должны делать это смело, с верой, но в то же время признавая, что в конечном итоге Божья воля больше, чем то, чего мы хотим здесь и сейчас. Он действует, если можно так выразиться, исходя из вечности с нами. Поэтому всякий раз, когда мы приходим к Нему и просим об исцелении или молимся об исцелении, мы должны делать это смело. Мы должны делать это с верой, зная, что Он может. Он способен исцелить, Он способен восстановить. И в то же время мы должны сказать, Господи, я знаю, что Ты можешь, я знаю, что Ты всемогущ, и я с верой прошу Тебя исцелить меня, восстановить меня. И в конечном итоге я хочу довериться Твоей совершенной воле в отношении моей жизни. И когда мы это делаем, мы понимаем, что Он всемогущ. Мы понимаем, что это Его воля исцелять и восстанавливать. Но в то же время мы отдаемся на волю Его совершенной воли для нашей жизни, которая основана на вечности. Поэтому смело молитесь и просите Его об исцелении и восстановлении, потому что Он может. И в конце концов, доверьтесь Его доброй и совершенной воле, потому что всякий добрый и совершенный дар исходит от Него. А Его воля для нас быть здоровыми, быть восстановленными по эту сторону вечности и по ту сторону вечности. Будьте благословенны.